В этом видео интересная тема для многих. Сплит-тестирование в DV Page Builder. Что это такое? Подробнее в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. Нам всем хотелось бы, продавая нашу услугу или продукт через наш сайт, лучше понимать наш рынок, а точнее лучше понимать боль рынка, знать свою аудиторию. От этого напрямую зависит наш бизнес, насколько много мы сможем продавать, как часто и сможем ли вообще. И на 100% никто никогда не может захватить 100% аудитории, чтобы были продажи. Потому что мы живые люди и мы не можем каждому залезть в голову и в таком виде преподнести наш продукт, чтобы он, как говорят, встречает по одежке, а в нашем случае встречает по обложке, грубо говоря, чтобы изначально нравилось все и продукт всех устраивал. Для этого специалисты-разработчики придумывают разного рода инструменты, чтобы мы могли анализировать и понимать, как ведут себя люди на наших сайтах. То есть мы можем понять, что для них лучше, только поняв, как они ведут себя на сайте. А для этого нужно предлагать, например, один и тот же какой-то продукт в разной обложке, потому что даже цвета зависит от того, как себя человек поведет. То есть цвет сайта, размер шрифта, сам шрифт, картинки в этом блоке, скорость загрузки сайта. Все зависит напрямую, будет ли человек покупать с вашего сайта или уйдет к конкуренту. Это только малая часть, что я перечислил. Конечно же, в первую очередь зависит ваше УТП, уникальное торговое предложение и call-to-action, призыв к действию. От этого зависит напрямую, насколько сладко ваше предложение звучит, насколько интересно, настолько и привлечет потенциальных клиентов, больше их не учесть. Например, у вас есть несколько коммерческих предложений на одну и ту же тему. Как разместить их на сайте и как понять, какой из них лучше. Как раз таки в DV есть инструмент, который позволяет технически это реализовать. Называется это сплит-тестирование или по-другому АБ-тестирование. То есть сравнивание страницы с копией страницы. А страница и страница Б одинаковые абсолютно сайты с одинаковым предложением, с одинаковым продуктом, но только оформлены по-разному. Может быть, разный цвет сайта, разные заголовки и так далее. В данном случае мы можем тестировать на нашем сайте каждый блок в отдельности. То есть, например, первый экран, мы его создали и хотим сразу протестировать. Они будут одинаковы, например, но с разным УТП. То есть, вот это, например, УТП и с разным call-to-action или под заголовком. В этом видео я покажу, как технически смотреть сплит-тестирование, сравнивать. Опять же, если вы только сайт запустили, а вас никто еще не знает, сплит-тестирование поможет ли вам, нет, трудно сказать. Здесь речь идет, скорее всего, о рекламе. Когда вы создали себе сайт, лендинг, вы сразу же даете рекламу в интернет, платную рекламу. Это может быть Яндекс.Директ и другие виды рекламы. Когда у вас расположена реклама, с интернета к вам идет трафик. То есть, люди приходят достаточно часто, ну, в зависимости от того, что вы предлагаете. И вот когда есть реклама, тогда сплит-тестирование будет работать лучше. Потому что много людей заходят на сайт и можно определить. И, в принципе, какие сроки тестирования. Там недели, две. Ну, запустили вы рекламную кампанию. На две недели, значит, две недели тестируете каждый блок в отдельности. То есть, придется создать каждому блоку вашего сайта дубликат, если вы хотите каждый блок протестировать. В этом видео я покажу технически, как тестировать, например, первый экран. Но здесь тестировать будет, наверное, не очень удобно и понятно, потому что здесь нет никакого взаимодействия. По идее, здесь должен быть call to action, призыв к действию и какая-то кнопка. Кнопка, ведущая на лид форму всплывающее окно или кнопка, ведущая на какую-то страницу или кнопка купить. То есть, такой блок, где человек взаимодействует с каким-то элементом сайта, легче будет протестировать. Но технически я покажу сейчас, как это делать. Просто кнопки у меня здесь нет. Вам будет и так, в принципе, это понятно. То есть, вот есть сайт, да, готовый сайт. Я хочу, например, протестировать первый блок. То есть, я захожу в режим редактирования WordPress. Мы с вами переходим в наши страницы. Все страницы. Я перехожу в главную страницу. Я перешел в режим редактирования сайта. И, например, первого экрана, как я уже сказал, давайте я покажу, как технически вообще работает здесь сравнение АБ-тестирование. Можно отсюда посмотреть, но удобнее будет, если вы зайдете в отображение вот такого вот каркаса. Я буду показывать здесь, здесь будет удобнее. Вы должны понимать, что вы можете тестировать каждый блок в отдельности. То есть, отдельно только текст. Отдельно несколько текстов в этом блоке. Отдельно строку, целиком строку и все содержимое в ней. И отдельно целый раздел со всем содержимым. Для каждого элемента здесь достаточно просто увидеть такие три точки. Например, вот этот текст. Кликаю по три точки. Видите, у нас здесь в списке есть сплит-тестирование. То есть, получается, как это работает. Если мы тестируем только этот текст, значит, нажимаем сплит-тестирование. И создается дубликат данного текста. И уже в дубликате мы меняем текст, чтобы потом в итоге понять, какой текст будет лучше работать. А как мы поймем, что лучше работает, здесь будет в самом движке DV некая статистика, которая будет показывать взаимодействие. Сейчас мы к этому дойдем. Давайте тестировать целиком раздел. То есть, получается, вот этот весь раздел на фиолетовом фоне, где стою я, где есть текст. Текст. Будем считать, что здесь есть и кнопка. У раздела три точки мы нажимаем и нажимаем здесь сплит-тестирование. Дальше всплывает так, но обязательно прочтите. Я нажимаю здесь ОК. Смотрите, что происходит. Видите, у меня вместо мышки появляется такой кружок. И вся наша секция помечается желтым цветом. И вот здесь подставляется единичка. Это первый наш экран. Основной это будет экран А. И нам предлагают кликнуть на любой блок для тестирования с первым нашим вот этим вот экраном. То есть, получается, мы можем не только одинаковые блоки тестировать, но мы можем тестировать первый вот этот раздел, кликнув на любой другой раздел, даже в самом низу раздел. Не совсем здесь понятно, как DV проводит потом аналитику, сравнивая разные блоки. Трудно, затрудняюсь я сейчас сказать. Я могу показать, именно рассказать, именно как сравнивать одинаковые блоки. То есть, мы выбрали первый раздел полностью. И, естественно, абсолютно копию этого раздела хочу создать и поменять там, скажем, УТП. Поменять текст на кнопке, поменять цвет. Или вы можете просто поменять только УТП. То есть, только текстовую часть блока, чтобы просто понять, наблюдая за людьми, какой текст лучше будет работать. Больше будет нравиться, то есть, будет больше взаимодействия. Например, больше будет кликов по кнопке. То есть, я хочу в сравнении поставить тот же раздел, целиком со всем содержимым. Поэтому я нажимаю, навожу мышку вот прямо на раздел, кликаю мышкой на раздел. Здесь тоже все читаем. Я нажимаю ОК. И что получается? Смотрите, у нас, видите, раздел становится верхний, голубым цветом. Вот он, где у нас единичка, и пускай это первый наш основной раздел. Смотрите, ниже у нас происходит копия. Вот здесь потому что двоечка подставляется. Это абсолютная копия. Если мы по стрелочке вот по этой кликнем, мы разворачиваем. Видите, вот его здесь. Это у нас с вами получается абсолютная копия сайта. И давайте у второго блока поменяем цвет, чтобы мы хотя бы просто визуально их отличали, видели, что они действительно разные. То есть я, находясь во второй секции, захожу в настройки. У нас заливка была фиолетовая, вы это видите. Я делаю, например, заливка фона, всего фона оранжевым. Сейчас просто я так для теста вам показываю. И нажимаю галочку. Также я хочу поменять, например, школу Федора Васильева, добавив сюда, например, по созданию сайтов. То есть вот у нас основной заголовок. Вы также можете и, в принципе, отсюда менять. Вот сейчас, кстати, будет вам лучше наглянуть вид. Видите, у нас оранжевый фон. Это значит, у нас сейчас перед нами открыт именно вторая копия нашего экрана. Получается, как перейти на первый экран. Вот здесь такие стрелочки. Видите, я просто кликаю по стрелочке визуально. И мы сейчас находимся на экране А. Вот эта стрелочка, да, переходит на экран Б. Значит, здесь мы можем спокойно на втором экране поменять текст. Изменим, например, УТП, школу Федора Васильева по созданию сайтов. Вот я поменял заголовок. И вы можете так оставить, да, или только текст поменять. Вообще, чтобы лучше понять, как работает сплитестирование, самое главное – это поменять УТП. И если здесь еще какой-то текст, соответственно, на экране 2, поменять и текст. Возможно, если есть кнопка, то тексты на кнопке поменять. Цвет менять не надо. Вы сейчас, например, тестируете только, например, вот эти текстовые блоки. А цвет протестировать, тогда надо менять только цвет, чтобы понять, какой цвет будет лучше работать. Но это такая же доскональная проверка, знаете, чтобы прям вот 100% сайт нравился большинству людей. То есть, смотрите, по стрелочке кликаю, видите, здесь заголовок остается. Это блок А у нас. Это у нас получается блок Б. Допустим, мы так и оставим. Нажимаем «Сохранить». Вы даже можете сами протестировать, находясь, например, в интернете, да, ваш сайт находится в интернете, но вы еще не давали рекламу. Как вообще происходит и как DV распределяет вот эти блоки АБ-тестирования? Система DV, она сама, так сказать, подсовывает копию вашего блока каждому новому пользователю. Например, один пользователь зашел, система автоматически показала наш первый блок А. Зашел второй человек на сайт, автоматически показала уже вторую копию. Потом третий человек зашел, она показала вновь блок А. То есть, так это и работает. Вы можете просто с разных браузеров зайти и действительно увидеть копию А и копию Б. Смотрите, вот с этого браузера, если я обновлю страницу, я буду видеть, видите, только одну копию этого экрана. Если я еще раз обновлю, здесь ничего не изменится. Будет только первый экран. Первый. Именно А. Сейчас попробую зайти с другого браузера на свой домен. И вы видите, сразу это работает. Просто с другого браузера я зашел и все подставляется. То есть, система понимает, что это уже другой человек зашел на сайт. И показывает мне только второй экран. То есть, вот так вот это и работает. Можете попробовать зайти с третьего браузера. Я проверял. Вновь показывается на третий раз блок А. То есть, автоматически DV распределяет трафик пополам. Что делать дальше? Например, вы протестировали сайт. Сайт повисел недельку. Какие-то посещения на сайт у вас были. Вы в этом уверены. Например, вы давали рекламу. Или как-то, может быть, рекламировали. Или ваш сайт уже знал какое-то количество аудиторий. Смотрите, вы в режиме редактирования можете увидеть, когда у вас идет сплит-тестирование. То есть, пока вы его не закончите, это сплит-тестирование, оно так и будет здесь сравнивать. У вас вот здесь вот такие есть иконка. Видите, такие три полосочки. Если мы сюда кликнем, это и есть статистика сплит-тестирования. В данном случае статистика данных собираются. То есть, вот такое вы окно будете видеть, не будете видеть статистику, пока люди здесь не походят по сайту. И прямо отсюда вы можете закрыть это окно. Или если вы решили завершить сплит-тестирование, есть кнопка «Завершить сплит-тестирование». К сожалению, нельзя на сайте назначить сразу 5 тестирований разных-разного блока. То есть, пока вы одно сплит-тестирование не завершите, второе начать будет нельзя. То же самое и здесь. Здесь, если вам удобней, здесь есть, видите, тоже статистика у первого блока, у второго. Также вы должны понимать, что не обязательно сравнить А и Б. Можно сравнивать больше. То есть, имеется в виду, вот вы назначили, можно сделать А, Б, С. То есть, 4 разных блока сравнивать сразу. Если у вас есть 4, например, текста, 4 разных УТП. Но это уже более сложная, да, статистика. Если вы только начинаете, я предлагаю начать с малого и начать сравнить только А и Б блоки. Я немножко походил по сайту, и мне все же удастся вам показать окно именно статистики. Статистики так таково нет, да, но уже показать можно вот окно. Здесь вы можете видеть секция 1, секция 2. Кликнуть по секции 2, посмотреть здесь статистику. Естественно, пока статистики никакой нет. Здесь можно смотреть, сколько кликов было. Можно посмотреть статистику за последние 24 часа. То есть, полноценная статистика. Посмотреть за 7 дней. Также есть количество прочтений. Ну, надо опять же понимать, да, смотреть, что это за количество прочтений. Я думаю, статистика будет лучше понятно, когда большая аудитория к вам заходит на сайт. Дальше отказы и достижение цели. То есть, вот такое окно, где вы сможете реально видеть, какой блок лучше. Допустим, прошло время, и вы определились, что вы хотите, например, оставить блок А. Он работает лучше. Как сделать так, чтобы второй блок из сплит-тестирования убрать, вообще завершить сплит-тестирование и оставить блок А, потому что он, скажем, к примеру, лучше работает. Вы нажимаете завершить сплит-тестирование. Здесь нам как раз таки написано, что мы должны выбрать. Я нажимаю продолжить. И я кликаю по первому разделу просто мышкой. У меня сплит-тестирование завершается. Вы видите, вот эта вот иконка диаграммы исчезает. И сплит-тестирование. И удаляется блок Б. И тут, видите, блок 1, тоже единичка исчезает. Все, я вернул все, скажем, назад. И сплит-тестирование завершил. Если я сейчас с этого браузера перейду, где у меня был второй блок Б, если я обновлю, здесь я увижу опять блок А. Все, сплит-тестирование завершилось. Тема, возможно, сложная, особенно для новичков. Я постарался как-то максимально просто это объяснить. Надеюсь, урок был понятен. Если вас плагин DV Page Builder заинтересовал, вы можете приобрести его по ссылке в описании к этому видео. Покупая плагин DV, таким образом вы поддерживаете меня. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...